Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр СНГ начинает свои программы. И сегодня четверг. Время в Чикаго 10 часов утра, на восточном побережье 11 часов утра, время на западном побережье 8 часов утра, ну а в Москве 6 часов вечера. И сегодня у нас на связи Россия и русская школа Таро, координатор Наталья Никонова. И мы сегодня поговорим о самой школе. Вчера только у нас была программа, и мы разговаривали с Сергеем Савченко, руководителем школы Таро, именно о практических вещах, о угаданиях, прогнозах по поводу Таро. Ну а с Натальей мы поговорим сегодня о самой школе. Наташа, во-первых, здравствуйте! Добрый день всем! Здравствуйте! Да. Ну, те, кто хотят задать нам вопросы, пожалуйста, это sungatesradio.com, тройное W, это телефон 847-226-9956, это sungates108, sungates, солнечная ворота, на конце буквы S, это наш скайп. По нему вы можете или задать вопросы, или оставить свои замечания, так же, как и на sungatesradio.com, тройное W, там тоже можно все это сделать. Ну, Наташа, мы с вами встречались, и мы немножко уже говорили о школе Таро. Скажите, есть ли у вас статистика такая, что люди добавляются с помощью, ну, сарафанного радио или интернета? Вот сегодня нет уже, как бы, сарафанного радио, но на интернете все становится известно. Вот мы ведем программы с Сергеем. Есть тенденция к увеличению студентов в вашей школе. Вы знаете, назвать вам какие-то конкретные цифры я, к сожалению, на данный момент не готова. Я смогу вам только сказать, что несмотря на то, что в целом в мире обстановка достаточно сложная, и в России она тем более сложнее, экономической я имею в виду, учеников у нас, по крайней мере, меньше не становится. Достаточно много появляется новых, именно учеников тех, кто не учился раньше, в том числе много зарубежных учеников из самых разных стран. Поэтому назвать четкие цифры я вам не могу, но приток есть, и он достаточно ощутимый. То есть в этом смысле все хорошо. Мы с оптимизмом смотрим будущее. Ну, на самом деле, именно потому, что ситуация не очень хорошая во всем мире, и рабочих мест становится все, так сказать, рабочих мест они есть, только как-то люди теряют работу. Ну, и экономика не улучшается, она ухудшается, но именно знание нам помогает, в общем-то, в этом функционировать и достаточно эффективно, если мы владеем знаниями. Поэтому образование, это всегда считалось knowledge, это king, так говорят по-английски, да. Так что именно с моей точки зрения этим мы и обучаемся в течение жизни, и вся наша жизнь, это и есть обучение чего-то, как минимум. Ну, в данном случае мы говорим о Таро. Скажите, а какие самые популярные курсы? У вас есть несколько курсов, правильно? Да, у нас есть несколько курсов. Во-первых, ну, одни из самых популярных, это бесплатные материалы, которые мы предлагаем всем. Да, у нас можно подписаться на 10 секретов мастера на книгу «Вечерний чай при свечах и картах Таро». Естественно, что это первое, что люди смотрят, по нему у них появляется впечатление по этому материалу о нашей школе, о методике Сергея Савченко и так далее. Если говорить о курсах самих, у нас есть популярный, очень такой простой курс «Экспресс-метод анализа» на старших и младших арканах. Каждый курс буквально 2-2,5 часа. Простая методика, пожалуйста, вы уже посмотрели, можете начинать работать. Естественно, что там и цена более привлекательная, и эти 2 часа все-таки многие могут себе позволить, поэтому этот курс востребован. Ну, а те, кто уже хочет все-таки Таро уже изучать более системно, они выбирают либо Таро Старт, либо Таро Профи, в зависимости от возможностей и желания. Ну, хорошо, но вот Таро Старт длится обычно месяц, правильно? От месяца до полутора, в зависимости от версии. Ну, и чему человек научился? Мы беседовали, на самом деле, с Сергеем, и он говорит, ну, как, в общем-то, можно владеть, овладеть по окончании этого курса, в общем-то, серьезной методикой гадания. Это правда? Да, мы специально... Человек может стать прямо вот Тарологом, гадателем? Ну, здесь, конечно, еще очень сильно зависит от того, что вы вкладываете в слово Таролог. Да, у нас у всех разные ожидания, конечно, и мы стараемся с учениками об этом тоже беседовать, чтобы люди имели реальное представление о своих возможностях. На самом деле, курс Таро Старт, что он дает? Он дает базовые знания о картах, о значениях карт, мы даем расклады, и мы уже даем первоначальное умение того, как работать с этими раскладами и этими картами. То есть, в принципе, большинство наших учеников после завершения Таро Старта, они могут гадать, ну, практически на любые вопросы, конечно, с оглядкой, может быть, там, подсматривая в конспект, ну, кто как учился. Но, в принципе, они уже могут гадать, гадать себе, гадать знакомым. То есть, это действительно так, хотя, как вы понимаете, Сергей Савченко до сих пор еще учится, поэтому нет предела совершенства, да, то есть, информация огромная, знаний много, и можно учиться дальше. Ну, хорошо. Ну, вот человек закончил этот курс Таро Старт. Вы даете какие-то ему документы по поводу окончания сертификата и лицензии, я знаю? Да, 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 мы даем сертификаты. Во-первых, для всех слушателей курса у нас есть сертификат слушателя, он для любой версии, то есть, это свидетельство того, что человек получил материал, ознакомился с ним, прослушал курс. Кроме того, для стандартной версии у нас есть специально аттестованный сертификат Таро 1 и 2 категории. Они говорят уже о том, что человек не просто получил материал, а что мы проконтролировали, насколько он этот материал усвоил, и что он действительно умеет читать расклады, что он знает, значение карт. На данный момент у нас есть аттестация на эти сертификаты, то есть, их получаешь не за красивые глаза, а именно за выполненные задания. Но если человек систематически работал в течение месяца-полутора, вот это все время, то, как правило, проблемы не возникают, и мы с удовольствием отправляем эти сертификаты нашим ученикам, они потом могут показать своим клиентам, могут показать друзьям, в зависимости от того, что им нужно. — Скажите, показать это хорошо, повесить на стенку это тоже нормально. Дают ли они что-то в реальной жизни, или это просто, скажем, человек приходит, вот повесили на стенку сертификат, или это какое-то аккредитование там официальное, или это просто закончили, и это просто говорит о том, что человек закончил школу, и мы выдали такой документ. Официальность в том смысле, что у нас все эти сертификаты зарегистрированы в нашей системе, они имеют уникальные номера, и, соответственно, если, например, где-то в интернете человек размещает информацию о том, что он у нас учился, и нашим именем вручается за свои знания, то всегда это можно проверить. То есть нам всегда могут написать, и мы скажем, да, действительно, человек у нас учился. Да, он просто прослушал курс, или да, он действительно его прошел, прошел успешно, да, действительно это хороший специалист. Но сказать, что, как вы понимаете, у нас пока нет на государственном уровне какой-то сертификации, то есть в плане, как любые там высшие образования, да, там математика, я не знаю, литература, у нас этого нет. Поэтому выдать какой-то сертификат государственного образца на настоящий момент мы не можем. Но вот то, что касается нашей школы, это все-таки официально, то есть это по реестру, это уникальный номер, это определенный документ. Хорошо, но вот конкретно, чему человек научился бы, если бы он пошел на ваши курсы, и чему он научился уже, который прошел ваши курсы, конкретно, вот, отвечать на вопросы, гадать так, как это гадают настоящие профессионалы, в какой степени это, скажем, вероятность гаданий совпадает, есть ли какая-то статистика в этом плане? На самом деле результаты достаточно хорошие у большинства учеников, но здесь очень многое зависит от того, как они учатся, как вы понимаете. То есть если человек систематически выполняет задания, если у него появляются вопросы, он их обсуждает с куратором, задает на специальных онлайн-занятиях, если он прорабатывает свои ошибки дома сам, потому что мы все взрослые люди, и вот этот элемент обучения, он все-таки очень важен, чтобы человек сознательно к этому подходил. Если все это делается так, как нужно, то, в принципе, в конце у людей уже хорошие результаты в том плане, что они могут говорить об общих тенденциях. У нас есть расклады, которые четко помогают выбрать, например, один из двух вариантов. Посмотреть отношения между людьми, посмотреть, как складывается день. Соответственно, они это уже проработали, они это уже посмотреть могут. Вот не знают, куда поехать в отпуск, они могут сделать расклад и уже понять, что поеду туда, будет плохо, поеду сюда, хорошо. То есть уже решения вот на таком уровне они принимать вполне могут, и не только сами, но уже это делают для других людей. И это достаточно уверенно. То есть, да, я думаю, что ни один таролог, это как раз разница между гаданием и каким-то пророчеством, то есть ни один таролог не скажет, при полной луне в такой-то день недели ты выйдешь на дорогу и там встретишь человека в зеленой одежде. А такой точности, ну, по крайней мере, наша философия и точка зрения такова, что это не совсем корректно, потому что все-таки до такой детали предусмотреть будущее сложно, а главное, что мы таким образом программируем клиента, и это тоже не есть хорошо. Но сказать, что, например, если ты выйдешь в этот день в дорогу, то дорога пройдет хорошо или лучше останется дома, вот это посмотреть уже можно. А зачастую это то, что нам надо. То есть нам зачастую не нужны детали, нам нужна именно генеральная линия развития событий. Ну, в общем-то, да, это все справедливо. Хорошо, а скажите, вот человек, ну, самое главное, второе, это, ну, знать карты, это база. То есть мы знаем, естественно, карты, что каждая карта означает, что они, так сказать, означают вкупе, вместе все. То есть сделать как бы расклад, правильно? Это же главное. То есть человек, квирент, он задает вопросы, а таролог, он делает расклад и отвечает. Вот какие самые популярные, если есть такие расклады, обучаются в вашей школе на Таро Старте? Ну вот на Таро Старт мы отобрали 4 очень таких понятных, эффективных расклада. Это два расклада, вообще очень такие простые. Это расклад выбор или решение, его по-другому называют, и расклад отношения. Расклад выбор, как я уже упоминала, позволяет выбрать из двух вариантов, достаточно четко указывает. Один лучше, второй хуже. Главное правильно сформулировать вопрос. Расклад отношений очень популярный, потому что тема отношений, она всегда людей волнует, и романтические, деловые, семейные. Она тоже позволяет посмотреть, как люди, насколько они понимают друг друга, какие между ними взаимоотношения, что они думают по поводу этих отношений, что чувствуют, как это проявляется внешне. И, соответственно, тоже делать выводы или делать дальше расклады, или просто хотя бы посмотреть ситуацию. Есть расклад день, который полезен вообще для начинающих тарологов. Мы выкладываем карты, смотрим, как пройдет день, и прежде всего смотрим, как он пройдет на уровне эмоциональном, потому что мы знаем, что одни и те же вещи мы иногда воспринимаем по-разному. То есть сломанный каблук может стать как гигантской трагедией, так и ничем не значащим событием, какой он, собственно, и есть. Поэтому мы смотрим именно то, как день пройдет для клиента в плане ощущений. То есть насколько он будет тяжелым эмоционально, легким, приятным. И это важно, если мы планируем какое-то серьезное событие на этот день и посмотрели, понимаем, что день будет тяжелым, может быть, мы примем решение его отложить. Сделаем расклад решения и убедимся, нужно или не нужно это делать. И последний расклад, это такой универсальный расклад 5 карт. Он позволяет ответить фактически на любой вопрос. Здесь уже нет ограничений по теме. Мы выкладываем карты, читаем их по совокупности и можем сделать вывод о том, как обстоит ситуация. Лучше всего она работает с вопросами, на которые мы отвечаем да или нет. То есть, например, пройдет, не пройдет, как. Ну, это типа первого расклада, который вы сказали, ответ на вопрос да или нет? Вы имеете в виду первый, самый первый? Вы назвали первый по очереди, который... Нет, нет, нет. Первый – это расклад решения. Расклад решения позволяет выбрать из двух вариантов. То есть, у нас есть альтернатива, как правило. То есть, например, не знаю, съесть мне на ужин курицу или рыбу, ну, это я утрирую, конечно, там, остаться с одним мужчиной или с другим, пойти на новую работу или остаться на старой. Вот таким образом. А тот, о котором я говорю, уже, например, получу ли я документы на дом в этом году, смогу ли я, не знаю, сохранить наши отношения. Вот такого плана вопроса мы можем смотреть на раскладе 5 карт. А вот кельтский крест, допустим? Расклад кельтский крест, он более сложный, поэтому мы его рассматриваем в курсе Таро Профи, потому что там уже 10 позиций, и это требует умения не только знания значений кардана, умения их тщательно соединять. То есть, смотреть из прошлого в настоящее, это уже следующий этап вот этого умения террологического, и мы предполагаем, что к нему надо идти вести поэтапно. То есть, сначала человек учится более простые вещи делать, и потом переходит к кельтскому кресту. Понятно. То есть, это уже второй для продвинутых, да? Или второй уровень, допустим, да, занятий? Да, да, да. Это уже следующая ступень. Следующая ступень. Скажите, а на следующую ступень у вас есть какие-то экзамены приема с одного курса на другой, или нет у них такого? Человек хочет прийти, он считает, что он знает, и он сразу хочет записаться вот на второй уровень. Может? В принципе, он может это сделать. Мы везде пишем, что мы рекомендуем первоначально проходить Таро Старт. Это рекомендуемая вещь. Но поскольку многие учатся по книгам, в принципе, это возможно. Для того, чтобы разницу сгладить между уровнями поначалу, мы специально даем теорию в записи. У нас есть отдельный теоретический курс, который мы открываем отдельно от занятий. И человек их смотрит, выравнивает вот эти знания базовые по значениям карт, и потом уже получает информацию непосредственно по курсу, делает задания вместе со всеми. Конечно, это немножко более напряженно. И опять-таки мы об этом предупреждаем учеников, что если человек пришел с нуля, и он будет учить вместе со всеми, с теми, кто уже обладает знаниями какими-то начальными, ему будет сложнее. Но вот сейчас у меня, например, на курсе есть несколько таких человек, и вы знаете, у кого есть мотивация и желание, кто не боится задавать вопросы, мы с ними вместе это преодолеваем, они очень хорошо идут дальше. То есть даже иногда начинают обгонять тех, кто стартовал, может быть, с более выгодной позиции. Поэтому возможность такая есть. Какого-то специального теста отборочного мы не проводим, потому что при желании человека все это возможно. Повторюсь, главное – осознанность. Наташа, скажите, ну, это не секрет, я уже рассказывал о том, что, в общем-то, я и сам был на курсе и проходил этот курс, поэтому я знаю процедуру прохождения, скажем, курса, на котором я находился. Но для тех, кто об этом не знает, и тех, кто все-таки хотят получить вопросы более, скажем так, объемлющие. Ну вот человек дается задание нам, ученикам, и мы должны эти задания выполнять. И вот мы выполнили задание. Как узнать, где наши ошибки, как, ну, то есть обратная связь, короче говоря, как происходит у вас на курсе? Ну, давайте тогда все-таки вернемся к вашему опыту. Вы скажете то, что вы увидели, запомнили, а я потом дополню те возможности, которые, может быть, оказались незамеченными. Вот вы когда выполняли тест, например, вы видели свои результаты? Ну, вы знаете, там несколько видов тестов было, все-таки там было в каждом из блоков было три вида заданий. То есть первое задание надо было ответить, и вот мы отвечаем, примерно там 25 вопросов, и вот эти 25 вопросов отправляются, то есть там есть кнопочка нажать и отправить эти вопросы, и сразу приходит ответ, и мы сразу видим наши вопросы, правильно мы ответили, неправильно мы ответили, где наши ошибки, правильный ответ, короче говоря, там весь показан сразу. Второй вид задания, это нужно было бы уже проанализировать конкретные ситуации и отправить. Я не считал, сколько там вопросов было. Ну, вот это второй вид, это не сразу приходит, но приходит через какое-то время, а третий, надо уже типа сочинение писать. То есть дается какое-то вот определенное задание, и надо своими словами проанализировать, правильно, неправильно, это мы должны написать, и после этого уже тоже приходит такой ответ, это да, это то, что я помню, как я это делал. И что было еще, по-моему, раз в неделю была типа поддерживающая сессия, да, называется «Арканум». Раз, да, не совсем, не совсем. Ну, вы сейчас договорите, давайте я договорюсь. Да, ну, я, в общем-то, практически закончил, и вопросы на ответы там, ответы на вопросы, точнее, там тоже было. Так вот, поддерживающая сессия, она там где-то минут 30-40, где студенты задают вопросы, и Сергей Савченко в прямом режиме, это не записи, а действительно в прямом режиме, отвечал на все вопросы. Ну, вот сейчас тогда я внесу некоторые коррективы. В том, что касается курса, вы сказали верно. Единственное, что у нас все-таки два типа вопросов, мне кажется, что второй и третий, это, в принципе, одно и то же. То есть вы пишете сочинение на заданной... Из-за части состоящие, да. Да, да, и вы действительно результаты получаете чуть позже, потому что его проверяет куратор и пишет вам, если нужны какие-то комментарии, если нет, просто получаете оценку. По тесту вы получаете результаты сразу, сразу посмотрите, посмотрите свои оценки, также написать куратору или написать на форум, если что-то вас смущает. То, о чем вы говорите, это очень важный элемент. У нас есть онлайн-занятие, на курсы их всего четыре. Одно в начале, одно в конце и два в середине, там, между блоками. Они нужны как раз для того, чтобы вы могли побеседовать, во-первых, живую с мастером, с Сергеем Савченко пообщаться, ну и, соответственно, чтобы он более квалифицированно на какие-то сложные ваши вопросы ответил, разобрал примеры домашних заданий. Но единственное, что это проходит не в рамках Арканума, это отдельные специальные занятия только для курса Таро Старт. В личном кабинете, может быть, я не знаю, видели вы или нет, есть расписание этих занятий. Там можно нажать и посмотреть, когда это состоится, в какое время. Соответственно, если вы не попадаете на эти занятия, вы можете посмотреть их в записи, и таким образом получаете обратную связь. Арканум – это тоже поддерживающая сессия, но она, в отличие от онлайн-занятий для Таро Старта, она для всех учеников, и она не специализирована. То есть на Арканум задают вопросы ученики со всех курсов. Поэтому это тоже полезная вещь, на нее тоже нужно приходить, записываться, но она просто все-таки идет не в рамках курса. То есть вот ответы на свои вопросы по заданию нужно получать отдельно в рамках вот этих онлайн-занятий. Ну и что касается обратной связи, еще хотелось бы подчеркнуть, что у нас сейчас активно развивается форум, и там есть разделы, где вы можете задавать также вопрос и Сергею Савченко, и куратору, но можете, например, и пообщаться с другими учениками. То есть вот вы можете сказать, что «Ребята, у меня проблема с заданием, может быть, вы лучше мне объясните, потому что иногда ученик ученика понимает лучше». Ну да. Можете пообщаться с ними на эту тему. Ну, на самом деле форум – это очень правильное, с моей точки зрения, и очень эффективная форума действительно общения, где можно получить действительно вопросы общепринятые во всем мире. Это форум везде, так сказать, она используется. А скажите, вот если человек хочет напрямую связаться с Сергеем Савченко, у него есть такая возможность? Связаться имеется в виду задать ему вопрос или даже побеседовать, не знаю, в какой-то любой форме. Без свидетелей, к примеру. Такая возможность тоже есть. Единственное, что поскольку мастер у нас очень занят, то такая возможность, она предоставляется только ученикам с VIP-версий. Туда обычно входит, ну вот, например, в курс «Тару Старт» входит два занятия, две консультации лично Сергеем Савченко по скайпу. Вы через куратора договариваетесь о времени, и потом уже встречаетесь только вдвоем и обсуждаете только там те вопросы, которые вы считаете нужным и желаете с мастером обсудить. В принципе, есть еще такая возможность, вы можете отправить личные сообщения через, опять-таки, через личный кабинет, через форум. Но просто формат письма, как вы понимаете, не всегда позволяет исчерпывающий ответ получить, но в принципе это тоже возможно. Ясно, хорошо. А если же не, допустим, мастер занят, то его могут переправить к какому-то другому учителю? А сколько у вас учителей, простите, в вашей школе? Кроме Сергея Савченко. Он же отдельно есть там кто-то или нет? Ну, на самом деле, наш основной преподаватель это как раз Сергей Савченко. Ну, скажем так, на подхвате это кураторы. Сейчас у нас два куратора, один из них это я. На самом деле, большинство вопросов, которые задают ученики, может решить куратор. То есть они не требуют какого-то огромного погружения в материал. Они связаны с заданиями, с какими-то насущными проблемами. И чаще всего, и, кстати, быстрее их получить через куратор ответ на эти вопросы. Вот так. Ясно. Хорошо. Но, скажем так, если все-таки вопрос остается, и есть ли у вас какой-то другой учитель, который заменяет Сергея Савченко, допустим? Ну, мы же как-то в этой жизни тоже бывает. Уехал в отпуск, там, ну, мало ли, заболел. Ну, как происходит это все? Ну, вот надо... Как это происходит? Как правило, мы стараемся выстроить систему расписания таким образом, чтобы онлайн-занятия на этот момент не приходились. По возможности, соответственно, мы ученикам сообщаем, что учитель отсутствует по определенным объективным причинам. Ну, соответственно, остальное осуществляется через куратор. И если вопрос не какой-то горячий, а, как правило, это все-таки вопрос не жизни и смерти, да, просто важный вопрос для понимания, опять-таки куратор все это фиксирует. И по возвращению Сергея Савченко, если, например, он сам не может ответить, то эти вопросы ему передаются, получаются ответы и направляются ученику. То есть ситуация такая, что человек вообще не получал ответы, ее быть не может. Да, иногда в силу каких-то обстоятельств это может чуть больше времени занять. Но так или иначе, если его это действительно волнует, этот ответ всегда его найдет. Понятно. Скажите, вы упомянули о том, что у вас есть ученики из других стран. Да. Ну, а если человек плохо говорит по-русски, допустим, или вообще не говорит по-русски? Ну, вот, к примеру, я живу в Соединенных Штатах, и у нас есть много контактов, и вот кто-то сказал, ну, я бы пошел бы поучиться в школе. Ведется ли преподавание в вашей школе на других языках, кроме русского? К сожалению, на данный момент не ведется. У нас есть такие задумки, но я не знаю, когда они будут реализованы. Поэтому человек, который вообще не владеет русским, наверное, не сможет к нам присоединиться. А люди, у которых есть сложности, ну, чаще всего это, например, те, кто уехал 20 лет назад, например, жить за границу, да? Довольно распространенная ситуация. Естественно, что русский подзабывается, русский уже не такой родной. С этими учениками у нас учатся достаточно успешно. Единственное, просто, конечно, удобнее, если они сразу об этом сообщают куратору. Но, как правило, это сразу становится заметно после первых заданий. И мы просто с ними обсуждаем, что если им что-то непонятно, они должны это еще раз там написать, сказать, что я вот не понял. У них больше времени, как правило. То есть мы идем на какие-то уступки по части времени, что чуть больше времени на видео. Можем посоветовать какой-то материал текстовый, который они смотрят. Да, у нас есть для скачивания материал учебный. Ну вот, таким образом это строится. Я понял. Наташа, скажите, а если человек прошел курс, и по каким-то причинам, техническим причинам, ну, мало ли, действительно, не было времени у него пройти какие-то занятия, ну, болел он, куда-то уезжал, есть ли у него возможность этот курс повторить? Совсем повторить нет. Мы обычно решаем это по-другому. Если человек, например, прошел больше половины курса, то мы с ним договариваемся о том, в какие сроки он досдаст. Ну, то есть мы, например, отдельно с ним связываемся, говорим, что вот у вас там 2-3 недели, вы должны за это время досдать, если он может. Если бывает так, у нас тоже есть такие ученики, которые прошли, например, одно занятие или два, и написали, все, я теперь ближайшие полгода не могу, мы тогда говорим, что мы вас переведем на следующий поток. То есть это не повтор курса, а скорее его прохождение заново, потому что курс интенсивный, и здесь очень важно не растягивать обучение, в идеале, по крайней мере. У нас есть ученики, которые дольше это делают, но в идеале концепция как раз заключается в том, чтобы ты все в сжатые сроки получал и прорабатывал, держал себя в тонусе, вот так вот. Тогда это хорошо работает, поэтому мы просто предлагаем их перейти на следующий поток. Единственная большая просьба сразу, если кто-то нас слушает и вот такие проблемы имеет, как только у вас возникают сложности, сразу свяжитесь с куратором, просто объясните ситуацию, чтобы мы знали о вашей проблеме, чтобы мы предложили вам варианты ее решения. То есть это все, можно найти компромисс, можно найти решение, просто надо знать об этом своевременно. Ну, возможно, у человека, особенно, допустим, те, которые проживают в других странах, у них, возможно, нет намерения получить сертификат. То есть они учатся для того, чтобы, ну, вот для себя учатся, будем так говорить, не для того, чтобы стать консультантами. Я полагаю так, мне так кажется, что тут нету такого особого вопроса попасть на следующий поток, допустим, повторить этот поток, поскольку, ну, он повторяет, а сдать уже, то есть он оплатил так или иначе, а сдать вот эти экзамены, сдать, пройти эти тесты, это уже, как бы, его дело? Или у вас с этим делом очень все строго? Ну, не очень все строго, но мы стараемся немножко держать дисциплину. Поясню еще почему. Во-первых, как я уже сказала, так эффективнее работает это для человека. Во-вторых, просто, чтобы вы понимали, поскольку у куратора одновременно много идет потоков, есть некое расписание там проверки заданий. Я, например, сейчас там проверяю определенный блок, я знаю, какие проблемы люди обсуждаются, какими они темами сталкиваются, какие расклады разбирают. И вдруг мне пишет человек, который полгода назад занимался совершенно другой темой. Естественно, я должна поднять эти материалы, выпадая из общего процесса, то есть человек, конечно, получает ответ, но это все длится дольше, и это хуже и для него, и для нас. Вот, то, что вы говорите, если человек не нацелен, например, на сертификат вообще, его не интересует, какие-либо конечные там формальные результаты, с такими людьми мы тоже обычно договоримся полюбовно. Если человек учится для себя, в свободном режиме, хорошо, мы никого пинками не загоняем, если мы понимаем, что это действительно так, пожалуйста. Никто вас прям там мучает, и насильно вас в эти знания не будет впихивать. Да, то есть, пожалуйста. Ну, этот вопрос, который, бывает, задают, понимаете, то есть, бывает, спрашивают, я, в общем-то, общаюсь достаточно со многими людьми, и такие вопросы возникают, я поэтому у вас и спрашиваю об этом. Скажите, ну, вот, наверное, последний вопрос, у нас время уже подходит к концу, скоро следующая программа у нас уже будет в эфире. Достаточно ли трех базовых значений для того, чтобы гадать на самые разные темы? Да, достаточно, именно поэтому мы ровно столько значений оставили для курса. То есть, они включают смысловое ядро карты, и в эти слова входит, собственно, все, что нужно о ней знать. Если человек запомнит их, затем уже по ассоциативному ряду, по ассоциациям какими-то, он сможет уже дальше надстраивать свои знания о картах, о таро. То есть, при правильном освоении методики он действительно может гадать на любые вопросы. Вы знаете, все-таки не последний вопрос. Я хочу вам задать еще один вопрос. Вот человек пришел из другой школы. Или он решил просто другой подход попробовать. И он пришел к вам уже там где-то проучившись. Или на интернете, неважно, прочитавший там тысячу книг и так далее. А возникают ли какие-то конфликтные ситуации? Потому что в каждой школе свой подход. И трактовка расклада какого-то может быть тоже своя, правильно? Что в этом случае происходит, если человек, допустим, основываясь на своем прошлом опыте, не согласен с этой трактовкой? Первое, что делает человек, когда он не согласен, он спрашивает. Мы с ним обсуждаем эту ситуацию. Мы никогда не говорим, что это плохо, это нельзя, это неправильно. Точка зрения может быть любая. Но опять же, мы говорим, что если вы пришли учиться к нам, то мы ориентируемся на свои курсы на нашу теорию, на нашу систему. Пожалуйста, при выполнении заданий курса ориентируйтесь на эти значения. Если человек спрашивает, откуда, мы стараемся объяснить, почему мы именно так видим эту карту. Как правило, у меня практически нет в практике случаев, когда человек упирался, говорил, не знаю ничего, только так и не иначе. Как правило, если человек приходит учиться, он хочет получить новые знания, значит, он открыт к диалогу. И в процессе диалога, беседы, мы выясняем некую истину, некий компромисс, который устраивает и нас, и его, и позволяет ему учиться у нас, но сохранить его какие-то внутренние установки, если они у него существуют. Да, но такие случаи, наверное, были все-таки, да? То есть люди не с нуля приходили к вам? Более того, очень часто. Иногда они даже приходят, например, они уже посмотрели какой-то наш курс более продвинутый и приходят на Таро Старт, и у них получаются некие диссонансы из-за того, что они местами знают больше. Знаете, так тоже бывает, это мешает. Но опять-таки мы с ними обсуждаем, что да, это хорошо, но эти знания мы начинаем аккуратно адаптировать непосредственно под курс, под те задачи, которые перед ними стоят. Ну, правильно, чтобы не было диссонанса, когда люди приходят на какую-то поддерживающую сессию, и там люди, которые только вот начали обучаться, а человек уже все знает, и он начинает какие-то задавать вопросы, которые выпадают из общего потока, из общего направления той самой поддерживающей какой-то сессии, арканом, или, допустим, просто ответ на вопросы. Верно? Да, да. Ну, опять-таки у нас есть служба поддержки, есть кураторы, и, как правило, это все осуществляется еще в личном контакте, то есть человек пишет все, что его смущает, и мы с ним этот момент обсуждаем, проговариваем. Понятно. Ну, хорошо. Насколько я помню, последний, наверное, совсем уже последний вопрос, мы говорим о времени, когда проходят сессии. Я имею в виду поддерживающие сессии, или которые ответы на вопросы. Это для тех людей, которые проживают в другом часовом поезде. Насколько я помню, это было, у нас это было 11 утра, то есть 19 часов, да, это по московскому времени, верно? стандартное время, это 19 по Москве. В редких-редких случаях время может быть чуть-чуть изменено, например, на 18 по Москве, но стандартное это 19. Хорошо, дорогие друзья, это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям и к нашим видеозрителям, которые будут наблюдать нашу беседу с Наташей. Это все наши программы, они записываются, восстанавливаются на YouTube, и нас можно найти и подписаться на наш канал. Это Сангейтс, Солнечные ворота, на конце буквы Сангейтс, Радио. И они записываются, выставляются на YouTube, потом они идут в Facebook, и там тоже нас можно найти. Так вот, на самом деле, все занятия, они идут в режиме интернета, то есть в любой момент, вам удобный момент, вы отвечаете на те, изучаете, во-первых, потом отвечаете на вопросы, на задания, которые вам, нам даются, ну и даются нам пять дней, насколько я помню, правильно, пять дней. А ну, в втором старте даже три, как правило. Даже три, да? Ага, три дня. Вот, нам надо, с того момента, как мы кликнули и начали, получили в задание вот эти вопросы, нам в течение трех дней, что, в общем-то, более чем достаточно, пересмотреть и еще раз все перепроверить, для того, чтобы выдать уже окончательные ответы. Ну, а поддерживающие сессии, как только что вот Наташа сказала, они проходят в семь часов вечера по московскому времени, девятнадцать часов, поэтому переведите ваше время на тот часовой поиск, в котором вы находитесь, и вы будете знать, когда это все проходит. Наташа, еще вопрос, но ведь эти сессии, они всегда записываются, правильно? Мы можем это посмотреть, вы уже ответили на этот вопрос, то есть, если вы пропустили, дорогие друзья, то вы всегда можете вернуться и просмотреть эти сессии, как они были. Вопросы, которые вы хотели бы задать, поскольку уже вот мы выяснили, есть форум, вы можете задать или в форуме, или в конце концов написать координатору, который и ответ мы всегда получим. Правильно? Да, так и есть. Все, Наташа, большое вам спасибо, огромное спасибо за очень и очень детальное, подробное объяснение процесса обучения в школе, русской школе Таро. Дорогие друзья, я приглашаю всех, так сказать, позаниматься, поучаствовать. Это действительно очень интересно, очень актуальная, очень актуальная тематика. Я вам хочу сказать, буквально вот такое, скажем, я получил известие. Вчера приехала моя жена, она приехала из духовного госпиталя в Бразилии, и мы как раз об этом задавали вопрос, когда беседовали с Сергеем, она задавала вопрос, как будет моя поездка до того, как она поехала. Ну, вот, карты были разложены, расклад там был сделан, и был получен ответ. Ну, в целом, она будет очень позитивная для вас лично. Ну, вы знаете, она сказала в этот раз, это уже был далеко не первый, и не десятый раз, уже много лет, в общем-то, мы туда ездим, жена возит туда людей, группу людей, вот почему-то в этот раз была самая какая-то такая эффективная с точки зрения, ну, вот, что ли, себя самой, то есть, к бизнесу это не имеет совершенно никакого отношения, это было действительно очень и очень интересно. Поэтому, вот, на практике мы получили, как работает Таро, и это очень и очень приятно. На этом мы нашу программу заканчиваем. Дорогие друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. У нас начинается через сколько? Через 15 минут у нас уже будет другая программа, тоже очень интересная программа, поэтому оставайтесь с нами, sungatesradio.com, тройной W, скайп, sungates 1 0 8, телефон 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6, у микрофона был Майкл Мелехов, руководитель центра sungates, и Наталья Никонова, координатор Русской школы Таро. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова